Доброе утро! Однажды летом в подмосковном дачном поселке появляется довольно странная парочка. Хозяйка дома, в котором остановились приезжие и ее молодая соседка, заключают пари, что жилец не устоит перед чарами ушлой молодухи. Но соблазнить парня оказывается не так-то просто. Пронзительно-трогательная история, которую недавно посчастливилось увидеть белорусской публике, называется «Чокнутые». Уморительно смешные диалоги, напряженная сцена ревности, конфликт поколений и боль утраты – все это талантливо прописал российский драматург, лауреат литературной премии «Венец» Александр Коровкин. Безопречно поставил режиссер Игорь Косилов, между прочим, один из участников дуэта «Новые русские бабки». Ну а исполнили, как вы уже сами видите, неподражаемые знаменитые Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Марина Дюжева и Александр Бобров. Как вы сами видите, актерский ансамбль отраден не только для искушенных театралов. Татьяна Кравченко и Олеся Железняк устраивали на сцене настоящие актерские поединки, кто кого переиграет в образах чокнутых деревенских дамочек. Зал умирал со смеху каждые 30 секунд. А это и есть то главное, ради чего стараются артисты. Думаю, что в театр все-таки приходят за энергией на самом деле. Вот чем театр как бы прекрасен, тем, чем театр невозможно смотреть по телевизору, спектакле, и чем он отличается от кино, и от других видов искусства, от балета, оперы и всего прочего. Что в балете можно удивить красотой тела, танца, опера, красота голоса, а в театре можно удивить только энергией на самом деле. Все актеры, занятые в этом спектакле, знаменитые, все невероятно любимые. И все-таки, как говорится, гвоздь программы Олеся Железняк. Смотришь на нее и не понимаешь, как она это делает. Актриса призналась, что до сих пор не уверена в себе, что до сих пор волнуется перед выходом на сцену. Ну, вы знаете, хотя бывают такие дни, когда вот такая усталость, когда подряд играешь, 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 то перед спектаклем иногда сидишь, думаешь, господи, как же я сейчас играть буду, так сидишь совершенно. И она выходит и доводит огромный зал до слез, от смеха, конечно. А вообще, какой бы уставшей и загруженной ни была Олеся, она всегда старается радоваться всему, что ее окружает. Ну, дети меня, конечно, радуют. Вот город ваш порадовал. Это я не потому, что говорю, что там для красного славца. Вот я сегодня пошла, прогулялась по городу, какие-то покупки сделала, порадовалась. Детям закупила летние вещи всякие. Вот, поняла, что это дешевле, чем в Москве. Порадовалась. Вот. Ну и радует все, радует, что весна наступила. А как радовались зрители тому, что актриса заодно только весну посетила Минск дважды. Чокнутые деревенские хозяюшки сделали свое дело. Зарядили публику энергией до следующего приезда и попросили передать. Новая встреча не за горами. Это на самом деле было очень смешно и очень поднимало настроение. Не верите? Тогда садитесь на поезд и мчитесь вслед за артистами. Редактор субтитров А.Семкин